Добрый вечер, мои хорошие! Добрый пятничный вечер. С окончанием у вас трудовой недели, с наступлением выходных, наконец-то можно расслабиться и сходить в храм на все службы этих выходных. Знаете, есть вещи, которые обладают непривозной ценностью, абсолютной. Допустим, семья. Тем не менее, к кому мы хуже всего относимся в этой жизни? Фамильярно, грубо, заносчиво, требовательно. Именно к своим родным. К тем, кого должны ценить и беречь больше всего. Не зря даже Господь и говорит с грустью, что враги человеку домашнее его. Что еще? Друзья. Ну, как только между друзьями становятся деньги. Сразу вся дружба забывается. Комбаньоны кидают друг друга, подставляют, переписывают документы, угрожают. И тоже, сами знаете, народную мудрость. Хочешь с кем-нибудь отношения усложнить, испортить. по одолжиму денег. Причастие. Святая святых. Самое великое таинство, как говорят отцы, если бы мы видели, что на самом деле происходит в момент причащения духовным взором. Не то, что пешком бежали бы, трусцой бежали бы к храму, на коленках ползли бы, чтобы Господь нас удостоил. Неосуждено причащение. И подопокольные службы. Сегодняшняя в частности, сегодня вечерняя служба. Такая служба, которая служится в сегодняшний несколько раз в году. Парастаз, так называемый. Сочтение 17-й кофеизмы, особых канонов, таких трепетных молитв об упокоении наших родных. А храмы полупустые. А ведь это важнее всего. Что? Молитва. Для наших усопших родных. Молитва сегодняшняя. Потому что завтра, ну что? В кавычках обыкновенная. Литургия всегда сверх природная, надмирная, непростая. Но, скажем так, обычная литургия. Ничем не отличающаяся от литургии. На Пасху, на Рождество, в субботу и воскресенье. А потом простая панихида. А вот сегодняшняя служба, особенная, запокойная, как раз та, на которой надо было бы быть всем. Но пришли единицы. Просто единицы. Ну, кто на работе был, кто с детьми, кто там с внуками. Ну, большинство имели возможность признать. А ведь об усопших надо заботиться. Больше некому у них заботиться, как нам. А завтра что надо? Завтра надо на кладбище идти, завтра надо причаститься. Обязательно запомнитесь и зарубите на носу. Вот дни поминовения наших родных это не время, когда надо прийти, записочку написать и на кладбище сходить. Необходимо причаститься в этот день. То есть быть сегодня вечером на службе, чуть-чуть попаститься ради наших родных, ради достойной подготовки к принятию христовых тайн. Поскольку мы составляем некоторый единый род с нашими отцами, дедами, прадедами, прапрадедами, то когда мы причащаемся, мы свое духовное состояние улучшаем. Уже кровь Господня в наших телах уже, в наших жилах течет. И нашим единокровным отцам и дедам им тоже легче. Важно не просто чтобы батюшка вынул записочку на проскомедии с вспоминанием имени того или иного человека усопшего. Чтобы мы причастились к телу крови. Частичка вынутая в память дедушки Николая и опущены в конце литургии в чашу с кровью Христовой со словами отмы Господи грехи поминавшихся здесь. вот это одно а кровь христовая текущая в наших жилах это другое. Но единство этих двух обстоятельств делает загробную жизнь для наших родных лучше. Раз. Милостыню не забывайте. Милостыня великое которое ты зада преисподнишь и может многих вытащить. Вот по мере сил но как минимум принесите завтра на панихиду продукты какие-то. Даже если нет у вас возможности быть на всей службе ну придите купите и принесите. Не обязательно именно то что любили ваши деды бабы. Любые продукты. Вот если сложно и долго идти искать дикоси пятерочки и прочие магазинчики вот просто ту сумму которую хотели потратить на продукты положите в ящик для пожертвований возле свечного яйца подсвечника тетропода называется по научному церковному квадратный настольный подсвечник тетропод вот запомнили кто так сейчас присоединился значит важно быть на все наши наблюдения перед любыми заупокойными субботами родительскими троицкими димитриевскими вот надо быть на парастасе вечером вот что батюшка не просто на панихиде помянул ваши записки вот а именно на парастасе помянул время чтения 17 кофисм вот важно причаститься в этот день и важно осуществить какую-то милостыню в честь и память ваших усопших родных продуктами лим деньгами лим исповедоваться безоговорочно завтра можно ну просто будет сложно если вы просто исповедоваться не причащаюсь это батюшка нужно что-то нельзя на другой день прийти когда людей поменьше то у нас там будет людей немного да на приходах больших там завтра шлаг будет так ну что друзья мои вас достаточно собралось для того чтобы можно было сегодня с вами продолжить чечение замечательной книги Андрея Десницкого 40 библейских портретов так ну поскольку там несколько вопросов написали то я сейчас может быть быстренько отвечу так нет сегодняшнего бедения сегодня всенышного но бывает так ой так все присоединяйтесь присоединяйтесь так добрый вечер знакомые лица так 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 как все чувствуете ну еще такой такой уже как бы живой но еще последствия еще немножко есть немножко читать тяжеловато так добрый вечер украине в том числе так биометрия это грех нет не грех стоит ли делать сканирование глаз или отпечатки пальцев если надо делать по работе или по принадлежности к тому или иному государству то делайте если вам говорят ты христианка да скажите православная да а тогда мы тебе не сделаем биометрию тогда живи как хочешь живи как знаешь вот будешь изгоем общества скажи ну и слава тебе господи значит скоро пришествие не не вдалеке через три с половиной года пришествие Христова так же надеюсь встретить его достойно вот с честью и славой вот а если не требуют отказа от христианства то спокойно берите и не заморачивайтесь вот уже сколько уже раз на эту тему говорили все от патриарха Алексея до Кирилла от старца Ана Кристианкина до многих других известных священников так а чем вас вообще смущают отпечатки пальцев что-то никогда там детскую комнату милицию не припровождали так 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 что такое православная древле православная церковь что такое древле православная церковь я не знаю скорее всего какая-то может быть судя по названию если это техническое название официальное одной из псевдоцерковных группировок какой-либо там священник либо нахт решил что мне патриарх ваш не указ в общем отступник возвращаемся к истокам давайте регистрирует свою организацию псевдоцерковь называют ее древле православной или истинно православной или катакомб православной таких ситуаций полна так что если это идет речь о расколе то это раскол если имеете ввиду про древнюю православную церковь ну да до 11 века православная церковь вся христианская церковь была православной во всем мире от краев от восточного края римской империи правда даже римской империи не было в жернатистской короче говоря от края земли до края земли вера была едина в 11 веке один из пяти патриархатов крупнейших решил отделиться ну и в общем через несколько лет стало ясно что это через столетие стало ясно что это отделение навсегда не исключено что сегодняшний разрыв с Константинополем тоже навсегда ну посмотрим посмотрим о влиянии и последствиях так ну что да вы дали ко мне тяжко вещь так так главная служба не сегодня утром а сегодня вечером была ну в общем туда завтра тоже приходите не переживайте завтра будет служить с панихида о литургии на литургии будут ставлены типичные литургии прошения об упокоении всех-всех наших родных вот но после панихида после литургии панихида так что и завтра тоже приходите завтра тоже очень важно так если воскресенье причащалось завтра просто на литургию то все не считается да нет почему считается приходите не все хорошо приходите завтра в любом случае на службу важно Просто надо иметь в виду, что если выбирать между оставаться дома и идти на службу, лучше идти на службу, не причащаясь. А если выбирать между идти на службу, не причащающей, и идти на службу, причащаясь, то лучше, конечно, причащаться. Так, так, ну и с Казанской, да, спасибо. Взаимно. Ну, так, как нужно напоминать на полгода после смерти человека. Ну, по них иду, загажите в храме. Сам дома, послателька, почитайте. Так, слушайте, друзья, вопрос не пишите. Вообще, как бы собирался 40 бублецких портретов почитать. Давайте сейчас так, сейчас отвечу только тем, кто написал. Маленькая дочка, причащая, не выдержит до панихиды. Мы подаем, не остаемся. Это не грех? Нет, не грех, у вас убедительная, уважительная причина. Так, как можно позаботиться некрещенных усопших родных? Можно ли подавать записочки? Я убежден, что можно. Ну, скорее всего, вас не возьмут и будут возмущаться. Опять же, я один не такой, кто уверен, что можно. Потому что панихида – это такая, ну, некоторая запокойная молитва, не литургического характера. Вот, за всех и о всех. Вам ничто не мешает читать дома псалатира некрещенных своих родных. Подавать, переносить на панихиду еду за ваши некрещенных родных. Просто записку не писать. Поставить свечку, садь, Господь, упокоить, душу, рабатого моего дедушки Тимура. Или какого-нибудь Владислава. Если там какой-то поляк некрещенный в православной церкви. Можете, можете и свечку поставить, и за продукты принести. И помолиться про себя в том время, когда священник поминает записки имена других. На литургии точно записки, ну, точно. Не только не возьмут, но и давать, писать их не надо. Так, ну, еще трагическая ситуация. Брат бабушки покончил жизнь самоубийством. Люди говорят, что это наказание на весь род. Правда ли это, как за него молиться? Нет, не наказание за весь род, но просто весь род, как правило, предисположен к одним и тем же грехам. Потому что тем более, чем мощнее грех сам по себе. Какие мощные грехи? Блуд, идолослужение, воровство, самоубийство. Поэтому надо понимать, что этот дух ходит невдалеке от всех вас. И надо крепко быть воцерковленным человеком. Как говорится, не за страх, не за совесть. То есть хоть не за совесть, так за страх. Вот это очень важно. Многие архиереи об этом говорят. И отцы проникновенно внимательны. Надо, надо, да. Потому что ему дьяволу кровушки хочется. Если уже видеть, где-то брешь в этой семье появилась, он дальше и остальных тоже толкает. Поэтому просто надо понимать даже, что кто-то больше гневом борется, кто-то чревогодием, кто-то блудом, кто-то эгоизмом, пустословием или курением, алкоголем. У вас там, допустим, грех уныния, бес уныния. Больше всего будет ваш род. И вот надо с ним бороться. И всего 8 этих страстей. Гордость, тщеславие, печаль, уныние, гнев, блуд, серебролюбие, чревогодие. Что еще я назвал? Глеб, гнев. Серебролюбие сказал, по-моему. Что-то там еще. Так. Так, у Кати художественный кризис. Так, подвисаем. Все, все, ну нормально. Вопрос ответил. Меня удивляет, да? Сколько у подписчиков не было, количество одновременно в течение одного часа находящихся в эфире, то есть держащих в руках телефон, ну вообще, как бы никогда больше двухсот не бывает. 150, 170, 170, 150. Так, ну и не лайкайте, друзья, потому что будете виснуть. Так, нужно ли кормящей женщине поститься перед причастием? Нет, не обязательно. Хорошо просто один раз навсегда взять у священника благословение и сказать, батюшка, вы меня благословляете, так, не поститься? Причастие он скажет, да, не постись, но вот теперь ты вот эти три дня там сериалы не смотри, новости не смотри, вот, с подружками никого не осуждай, там, не истери, там, не капризничай, язык за зубами держи, там, будь, там, читай молитвы больше. Ведь не обязательно пост должен гастрономический быть. Есть еще много других возможностей совершить пост. Так, ну что, так, батюшка, можно ли подать записку за здравие, если человек не крещен? Ну, вот в интернете можно, да, там, батюшка, всем этим онлайн, там, с оговоркой, да, что вот батюшка, вот на молебне, там, будьте служить, помолить за некрещенного, там, допустим, кто у меня там есть, там, постоянный, забыл как-то, забыл с головы вылетел, но есть у меня такие, у меня такие написаны, даже на псалтире у меня. Да, друзья, я читаю псалтирь каждый день, вот, если кто хочет, там, подать своих родных, значит, на псалтирь, там, на 40 дней или на год, то, пожалуйста. Если я как-то не сделаю никакого там объявления на эту тему, у меня там есть, там, человек 100, упоминаю. Так, я могу больше. Так, так что вы можете писать в интернет батюшкам, сказать, батюшка, помолитесь, он за такого-то, на псалтирку, или как-то там, на молебне, на таком некрещенном, да. Вот батюшка поменет. Вот, понимаете, батюшка в храме тоже помянул бы, вот, а поскольку вы проходите через свечниц, а свечница – это как машинка для стрижки головы. Вот, у всех, как бы, конечно, головы разные, но это только первый раз, да. Ну, точнее, не машинка, да, а вот, как сказать, цилиндр, да. Там какие-то есть, они не всегда не вникают в конкретную ситуацию конкретного человека, да, и, как бы, общий знаменатель есть, всё, подаём записки только за крещённых. Всё, вопрос закрыт. Потому что вот эти, ну, объяснять нюансы, да, что, ну, псалтир, там, там, можно, там, на молебен, в принципе, можно, да, вот сюда нельзя, там, ты же начнёшь, дальше спрашиваешь, почему вдруг нельзя, да, вот, а почему вдруг можно, скажешь, да, вот это вообще раскольники, ретяги какие-то, да, вот, Господь говорит, что нет, все некрещеные в ад пойдут, а в это что, добрее Господа, вот, ну и так далее. Ничего так не придумают. Так, что такое, значит, от росы небесной только земнага? Вот, да, речь, судя по всему, о каком-то благословении, да, от изобилия плодов земных, человек уже желается, да, чтобы вот роса небесная, да, вот твои поля росила, вот, для большого урожая. Короче говоря, это желание некоторого земного благополучия. Так, поклоны заваянного, ну и вам не хворать. Так, ну что, приступим. Сколько может времени-то? 25 минут. Кошмар. Вот, называется, на вопрос отвечать не буду. Ну, много говорил от себя тогда, без всяких вопросов. Так, ну что, друзья мои, в прошлый раз мы остановились. Всё, вопрос не пишите. Потом. Так. Остановились мы на Ерихоне. О том, как этот древнейший город был сражён. Так, ну два вопроса. У нас в псалтире в храме не читает, только в монастыре. Ну, в монастырях постоянно читают, понимаете, а кто должен в храме читать? Псалтирь, батюшка, батюшка, ну не хочет в псалтире читать. Вот, не хочет и всё. Чего ему читать? Тем более, если батюшка не настоятель, ну, правда, я когда был не настоятелем, я сейчас, в принципе, не настоятель, да, по большему счёту. То я был дежурный, и когда я был дежурным, я читал все эти псалтиры, все эти записки. Вот, мне не привыкать. Всё, ничего не пишите. Так, с мужем венчаны, детей крестили в Румынской Православной Церкви в США. Не понимаю, ну, теперь нельзя посещать эту церковь? Румынскую Православную Церковь в США можно посещать, если она Румынская Православная Церковь на территории Соединённых Штатов Америки. Если она не Константинопольского Патриархата, а Румынского, то, пожалуйста, узнайте у свечницы, ну, или у самого батюшки, кого поминают они как своего предстоятеля. Румынского там, Патриарха, или кто там у них, или Константинопольского. Так, да, чай. У меня не чай, у меня водичка. Потрясающая, потрясающая чашка. Матушкиная чашка. А почему не матушки один рогов коллекционируют? Первый раз раскололся за сколько? За 10 месяцев. Мне кажется, никогда не говорил, кстати. Или говорил один раз. А зачем? Ну да. Смотри, какие милашечки, смотри. Смотри, какие классные. Классно. Верите в динорогов? Они вас верят. Так. Пишут, сделайте с матушкой совместный эфир. Про единорогов? Про единорогов давайте. Знаешь, мне, шутками единорога это символ на самом деле кого в средневековой живописи? В средневековой Европе был символом Христа. Не православный, конечно, католический, но был тем не менее. Вообще символ целомудрия, чистоты и непорочности. В средневековье опять-таки рисовали на аптеках, так как считалось, что он своим рогом может исцелять от ядов, от болезней. Ладно, сейчас будет лекция про единорогов вместо библейских портретов, поэтому я пошла. Не, ну в библии же написано, да, что там про единорогов. Да, есть там про единорогов что-то. Вот у... У самоперца Давида. Так. Так, так что так. Есть даже древние там... У католиков нет икон, но есть священные изображения. Вот, и есть много священных изображений, и где-то... Где-то Господь испоржён. Как в качестве единорога. Так. Ну, логика какая? Она только целомудренная девушка. Но согласно средневековым легендам может усмирить единорога. Только она может к нему подойти. Вот, а кто у нас... Абсолютно целомудренная дева, да? Кто родила безмужно, да? Представляю, Богородица, да? Вот, поэтому так она трансформировалась в средневековом сознании. Вот эта идея. И иногда, представляя Богородица, изображается рядом с единорогом. Вот. Да, вы думали, да? Всё это там... Всё это вам... Шуточки да хаханьки. Всё очень серьёзно. Да. Так. Ну что, ладно, поехали. Итак, Ерехонские стены. Кто-нибудь помнит, что с ним происходило? Да, согласно мнению археологов, безапелляционному, безоговорочному, это древнейший город на земле. Вот. С огромными стенами. С подземными и воздушными коммуникациями. Стены были такие, что в них даже были устроены жилища. В качестве вот Рао Блудницы, да? Спавшая саглядатая израильского народа. Вот жила вот именно в такой стене. Ну, вообще, можете даже в Википедии набрать, и Ерехон. И будут знать много чего интересного. Помнишь, мне даже по истории древнего мира, мне как раз вот этот билет попался про Ерехон. Ой, какой был довольный. Вот. Потому что как раз, в принципе, все всё про Ерехон знали. Ну, и геологи вам ещё добавят, что это самый низкий город на земле. То есть, ниже его нет ничего. Не в духовном смысле, а вполне себе в таком географическом. Там, на какие-то там тысячи метров ниже уровня моря. Вот. Чуть ли там, не как-нибудь Телеманджаро наоборот. Вот. Ну, может, не тысячи, да? Какая-то там чуть меньше тысячи. Смотри. Ну, не важно. Так вот. Первым местом сражения стал город Ерехон. Так, сражение Ковоски. Сражение иудеев с жителями, населяющих землю бетованную. Зачем надо было с ним сражаться вообще, да? Почему Господь вот не просто дал им какой-то участок вот в пустыне, да? Вот живите здесь, проводите святом Акведукино, и падитесь и размножайтесь. Нет. Конечно, земля была плодороднейшей. Ну, в то время, во всяком случае. Вот эти народы, которые там жили, как говорят уже даже современные... Во-первых, и Писание Ветхого Завета, и современные раскопки, они погрязли в язычестве. Ну, казалось бы, что такое погрязнуть в язычестве? Когда вы слышите это словосочетание погрязнувших в язычестве, это значит, что не просто люди, там, танцующие хороводы в честь солнца матери, а, плекающие плены в честь папы Луны. Вот, это люди, которые приносят в жертву уже не козлов и валов, а деток своих, там, рабов, пленных, девиц, дочерей княжеских, и не только княжеских. Вот, это люди, которые дошли до логического завершения того, что есть идолопоклонничество. То есть, это были в Содоме Гомора своего времени, погрязшие в разврате, в разврате, идолопоклонничестве, в общем, в разгуле, превратившиеся в своих духовных предков, населявших землю до потопа. И вот за это они были Господом прокляты, и должны были быть лишены своих земель. Вот, и Господь говорит им иудеям, то есть, не оставляйте камни на камне, то есть, ни жилищ, ни одежды, ни людей, ни детей, ни жён, никого, чтобы, не ассимилировавшись, не забыть истинного Бога. Но они что там, они там оставили что-нибудь, там договорились, там забыли, там пожалели что-то уничтожить. И что, в результате... Получилось у них жить в такой земле обетованной, где течёт молоко и мёд? Нет, не получилось, потому что, естественно, вырастало поколение. Вот, новое, потомки убитых, но недобитых, мадианитянцев, допустим, филосоникийцев, ой, простите, филистимлян, вот, и они на генетическом уровне там помнили, да, и там от своих каких-то неубитых бабушек слышали, кто такие вот эти кочевники, кочевой народ, пришедший из Египта. И они, повзрослев, собирали войска и обезглавливали иудейские армии. Как раз в тот момент, когда они находились опять на низкому духовном уровне, там, ассимилировались с этими же племенами, начинали забывать есть нового бога, поклонялись идолам, вот, создавали смешанные браки, вот, а, естественно, да, женившись на язычнице, да, со временем, да, ты, вот, тоже становишься язычником. Даже премудриший Соломон не смог противостоять этому, да, имея уже какое-то недолжное количество того, что жён был ими ослеплён духовно, да, и уже сам стал приносить жертву идолам. Вот такие коварные жёны. Но женщина верила умством имя. Говорил Шекспир и, наверное, знал, что говорил. Так, Ветхий Завет очень жестокий. Он по необходимости жесток. Так, что вы тут пишите-то? Верите в чипирование людей? Ну, чипировать кого угодно можно, да, ничего предусыдительного в это не вижу. Так, на любой лавочке Лисовет Фёдоровна изображён одинорог. Но, видите, как хорошо. Так, у нас и шапочка Филохия Почаевская, от неё резкий запах прессии. И что делать? Я не знаю, это ту, которую он сам носил, или ту, которую вы, как бы, где-нибудь положили в сырое место на заплесневелом. Вот, не знаю. Ну, вы сушите, да, пусть лежит дальше. Лежала. Так, пожить в монастыре благословили родители обязательно? Да нет, в принципе. Если он 15 лет, то обязательно. Если уже совершеннолетний, то нет. Если вы учитесь в школе, в институте, то, как бы, там, относитесь в некоторые другие обязательства перед, не знаю, кем-то, мужем, деканом, ректором, детьми, не знаю, что в ситуации. Но пожить никому, конечно, не возбраняется. Так, можно ли в молитвах и по покаянию упоминать им на любимых святых? Нет, они уже, они хоть и упокоены телами, но они уже сами в силах молиться за вас. Поэтому вы можете сказать, покой господи душу рабат в этом Николая, но не можете сказать, покой господи душу рабат в этом Николая чудотворца. Вы же говорите, что институте очень наш Николая, моли Бога о мне. Так, ну что, значит, что у нас с Ерехоном? Так, израильтяне никак не могли пробить брешь в этих мощных стенах. Вот у них не было ни машин, ни инженерных сооружений, всё-таки первобытное племя. Но они получили другое мощное оружие, именем которому Божья помощь. Тоже интересный момент, я уже о нём сегодня говорил, что с этими стенами этого города связано ещё одно событие. Ещё одно событие. Местная блудница, ну, понятное дело, кто, да, Рауф жила у самой городской стены накануне падения города, укрил от преследования двух израильских лазочков. Потом спустил их по стене наружу, обманула преследователей. В замену разведчики обещали ей, чтобы после завоевания города не пострадать ни она, ни её родные, укрывшиеся в её доме. Право было принято в израильский народ, и более того, даже стало проматерью царя Давида. А значит, и Христа. Вот, Бог, посмотрите, видите, не гнушается ни кем из людей, даже принимая их в свою человеческую родословную. Не отвергает ни национальность, ни личность. Потому национализм – это страшнейший грех, да. Это иудат грех, страшный, ужасный. Вот, где национализм, там всё, там нет Христа. Пусть они там хоть увешивают с иконами, да, и говорят, что нет там Бога, кроме Христа, там и Бог с нами. Вот, нет, 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 нет там Христа. Так вот, Бог не отвергает ни национальность, ни личность. Он отвергает определённый образ поведения. Даже хананейская блудница смогла стать проматерью величайшего царя, перейдя на сторону Бога. Вот, в этом главное отличие воина Господа от войны 20 века. Так, дальше. Всё, что было живого в Ерехоне, кроме родных раб, было уничтожено. Даже скот. Военная добыча была либо передана в храмовую сокровищницу, либо тоже уничтожена. Только один человек по имени Ахан польстился на части ерехонской добычи. Красивое дерево, золото и серебро. И приберёг их для себя. И в следующем бою при городе Гай израильтяне потерпели жестокое поражение. Господь объявил им, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь уставить перед врагами твоими, да коли не отдалишь от себя заклятого. И так, когда израильтяне истребляли хананейские города, речь шла не просто о проявлении молодецкой удали, и даже не только о наказании, а о чём-то гораздо более важном и серьёзном. Слово заклятое на древней еврейском языке звучало как харем. Его же рабский, вот харам, рабский эквивалент вошёл в русский язык как гарем. То есть, нечто запретное для всех, кроме одного человека. А в древнегреческом переводе появилось такое знакомое нам сегодня слово, как анафема. Аналог харема. Что же это такое? Это слово означает нечто целиком, полностью и навсегда отданное Богу в качестве жертвы. Пожертвованное изымается из повседневного обихода. Человек больше не имеет права этим пользоваться. Это мог быть участок земли, или животное, или некий предмет, который отныне оставался при храме. В данном случае речь шла о целых городах. Израильтянам было сказано, вам не принадлежит ничего из завоёванного. Всё это даётся Господу. Ни одна живая душа, ни один предмет из этих городов не могли остаться у израильтян, как при чуме или радиоактивном заражении. В те суровые времена это означало одно – тотальное истребление. Конечно, в наши дни кого-то вам передают церковной анафеме, но его не убивают. Говорят примерно то же самое. Этот человек не имеет к нам никакого отношения. Пусть Господь поступает с ним, как сочтёт нужным. Примерно так использовало это слово апостол Павел в Новом Завете. То было бескомпромиссное время. Израиль учился всецело доверять своему Богу и в точности исполнять его повеления. А хан был казнён, и в следующем бою израильтяне, используя притворное отступление и удар из засады, захватили город Гай. Жители ещё одного местного города Гаваона были серьёзно пуганы таким развитием событий. Они отправили к израильтянам послов, которые взяли с собой заплесневевший хлеб и притворились, что проделали долгий путь из дальней страны. Ведь израильтяне воевали только с местными жителями. Пришельцы издалека вполне могли стать им союзниками. Израильтяне поверили и заключили с ними союз. И даже когда обман раскрылся, они соблюдали договор неукоснительно. Как хитро, да? Гаваонцы какие. Когда остальные города пошли войной на Гаваон, Иисус вывел свою армию на его защиту. Не Христос. Навин. Сражение принесло ему победу. И тогда, как говорит Писание, Иисус возвал к Господу в тот день и сказал перед израильтянами, стой солнце над Гаваоном и луна над долиной Айолонскую. Айолонскую. И остановилась солнцем. И луна стояла, доколе народ мстил ногам, врагам своим. Что же это было? Неужели действительно остановилось время? А может быть, некоторое оптическое явление продлилось этого день? И это просто поэтический образ. День не успел закончиться, как была достигнута полная победа. Трудно осудить однозначно. Во всяком случае, в Библии нет больше полководцев, которые командовали стой солнцу и луне и достигали успеха. Потом к Иисусу привели пятерых пленных царей. Иисус призвал всех израильтян и сказал вождем, подойдите, наступите ногами вашими на шее царей сих. Они подошли и наступили. Иисус сказал им, не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. У одних Иисуса действительно израильтяне были победоносны. Они завоевали землю обетованную. Сегодня принято назвать Палестиной или землей Израиля. Разделили ее между собой и стали жить в ней. 31 местный царек был побежден в войнах Господних. В книге Иисуса Навина мы много раз встретим фразу «Будь тверд и мужественны». Есть времена, когда верующему надо быть не богословом, а воином. Случайно ли оказалось так, что и все герои Ветхого Завета только один носит то же имя, что и главный герой Завета Нового – Иисус? Наверное, нет. Один Иисус был грозным воителем, истреблявшим города и племена. А во втором говорили словами пророка «Трости надломленной не преломит и накурящегося не угасит». Имя Иисус означает «Господь спасает». Вообще, где вы видите словосочетание букв «и» и «и» или «и» и «зи» кратко, то вы знаете, что это «яхва» заключено в этом слове «Господь» и «Господь». И «Еремия» и «Исаи» значит, что-то там связано с Господом. И «Егудеил». Так. «Имя Иисуса» означает «Господь спасает». Это не просто две личности, но два представления о том, как Господь спасает свой народ. Через кровавые войны или через принесение себя в жертву. Между ними более тысячи лет израильской истории, основная эпоха Ветхого Завета. И глядя на двух этих людей, мы начинаем лучше понимать, какую роль сыграл этот сборник книг в истории человечества. Его начали кровь и войны, его конце принятия и прощения. Между ними долгие века человеческой истории. Ну и комментарий автора в конце книги. Придерживались ли полководцы древности Женевской конвенции? Стремились ли быть гуманными? Вовсе нет. Вот, например, как описывал свои славные подвиги ассирийский царь Ашур на Цырпалы II. Множество моих войск город я осадил и покорил. Шестьсот бойцов сразил оружие. Три тысячи пленных сжег в огне, не оставив ни одного из них заложники. Их тела я сложил башнями, их юноша и девушек сжег на кострах. Их начальника поселения я ободрал, кожей его одел стену города. Другое поселение в окрестностях я покорил. Пятьдесятых воинов сразил оружием. Две степленных сжег в огне. И так, сколько хватило сил. Он что, был маньяком? Нет, отнюдь. Такое отношение к побежденным было в древности скорее нормой, чем исключением. Рельефы и рисунки древних народов показывают нам царей, которые заносят орудия убийства над поверженными врагами, связанными, безоруженными, обнаженными. В таком убийстве царей видели проявление своего величия и могущества. Глядя на эти изображения, читая эти хронхроники, начинаешь понимать, как много принесла в мир Библии. Книга, которая в человеке увидела образ и подобие Бога. Икону, говоря современным языком. Мир, в котором на протяжении веков звучала библейская проповедь, неузнаваемо изменился. Не лайкайте, друзья. Если Гитлер и Сталин творили зверства с равными по жестокости со сирийскими, хвастались они чем-то совсем другим. Чувствуете разницу, да? Творить ужасы, хвастаться этим, считать, что это норма. Или считать нормой все-таки нечто, что-то другое, а ужасы творить просто для доштижения других благородных в кавычках целей. Более того, сегодня мы увидим, что современные истории массового убийства мирных жителей, Освенцам, ГУЛАГ, Хиросима, становятся болевой точкой лишь в тех странах, которые выросли на библейской традиции. Мало кто в Турции вспоминает про геноциды армян в 1915 году или в Японии про зверское убийство китайцам в 1930-1940 годах. Видимо, не потому, что турки или японцы черствее немцев или русских. Потому, что их традиционная культура не основана на заповеди «Не убей», на видении человека как образа Бога. А Иисуса Навина или Навина мы не должны оценивать по современным стандартам. Мы можем понять его только в контексте его собственной эпохи. Вот так, друзья мои. Следующая тема будет про судей, череда харизматичных вождей на время еще не безбожной а монархии. Вот, а теократия абсолютная. Да, почему-то монархия безбожная, ну, потому, что иудеи не захотели, чтобы... Представьте лайкать. Кто лайкает? Слышите меня? Прием. Сколько раз просите? Вот. Плохая примета. Вот. О чем еще? О чем, о чем, о чем? Забыл. Ладно. Так, давайте вправо. Вопрос тогда. Ладно, что-то слабо вылетело. Так. Как себя убить внутри, чтобы не давать советов людям, которые просят? Не могу ничего сказать, но мучаюсь проблемами помимо своих. Ну, вот. Но, почему, если просят, то почему бы не дать какого-нибудь совета? Да, только не как вот носитель истинно последней станции, да, например, с опыта своей жизни, с опыта жизни своих, с опыта евангельского. Вы должны знать Евангелие на забок, чтобы знать, что Господь советует в тех или иных случаях. Как поступить, чтобы не было греха? Вот. Ну и там, хоп, не превозноситься. Ой, какая я молодец. Да, вот сейчас вот у меня советов спросили. Вот. Нет. Не превозносить. Так, ладно, что за вопросы тут? Так. Вопросы немного. Так. Так. Батюшка, вся ли власть от Бога? Так. Да. Да. Вот. Но что-то происходит по воле Божьей, что-то по попущению Божьему. Вот как раз о чем говорил, да, о теократии. Вот. Абсолютно, что такое? Какая власть идеальная? Теократия. Когда Господь руководит народом через своих пророков. Через избранных своих, через судей. Израилев. Да. А когда вот надоедает вот людям такие вот вожди, да, непонятные для них, да, что как бы да, что-то как бы во всех законы, да, у всех какие-то князья, вот, а здесь стоит какой-то там на горе там, на горе палатку себе там построил, да, и там спускается старост полгода и говорит, что так, ты там не греши, там вот, и вот то не делать, а это не делать. Вот. Судит нас там. Кто он такой? Нас все судья поставил. Мы хотим там, хотим царя, ну вот, и вот пришел там Самуил, да, и говоришь, угости, вот царя хотят они себя, да, не хотят, чтобы я судил их. Он говорит, да, это не тебя не отвергли, меня не отвергли, да, вот, скажи, да, что даме царя, но он будет там их дитя, жены детей будет в рабство, да, будет их деньги забирать из земли, да, и они будут плакать там под кнутом его, да, ну, сказал, сказал, просто, хорошо, нет, хотим царя, как у всех других народов. Ну ладно, получи помашь Саула, да, вот, потом, отправил Саул, Господь посмотрел, говорит, помашь теперь Давида. Вот, так что, такая вся власть от Бога, ну, такое некоторое опущение часто бывает Бога, не бывает такой власти, которую бы человечество не заслужило бы. Так, знаете, как вы сказали про одного правителя, ну, не сажать, там про архиерея речь шла, вот, что там замолился-то народ, да, что же ты там такого, там, ладыка послал, да, доколешь, доколешь, сколько, вот можно терпеть, вот, ну, и там кто-то там из пророков, из отцов, было мне видение сонное, да, и сказал Господь, что, просто, вот, по вашим грехам вы достойны были худшего, еще архиерея, ну, просто не нашлось худшего, чем это, так что вы не сетывайте, ни на власть, ни на начальство, да, выпускным грехам, может быть, действительно худшего заслужили, Господь худшего не нашел, вот, есть история про одну интересную женщину, которая жила, там, такая притча, при каком-то диктаторе, вот, и всегда за него, там, истово молилась, ну, спаси Господи, там, помилу, там, какого-либо, там, бруститу, там, аудзедуна, коллегу, какого-нибудь, вот, и там спрашивали, слушай, почему ты смотришься за эту подонку, эту мразь, эту, какая-то земля, там, держит, убийцу, развратника, ты говоришь, знаешь, детенька, я уже там долго на этой земле живу, я уже много видела смен правительств, царей, президентов, премьер-министров, вот, и заметила одну интересную тенденцию, особенность, вот, каждый следующий правитель хуже предыдущего, поэтому я молюсь за это, потому что я знаю, что после него будет еще хуже, вот, такие дела, вот, с одной стороны, да, мы говорим, что, да, есть законы власти, не смей ее свергать, не смей, там, расшатывать установку, не смей, там, шутить, ругать, возмущаться, на митинги ходить, да, но потом, если власть меняется, да, то происходит некоторое, вот, обнуление истории, да, с одной стороны, тянет за собой, ввоз всего того, что получил, вот, каравал путем, от, приемника, нет, от кого-то, не от приемника, от, в общем, от свергнутого, на другой стороне, то есть, нам меняется все, если там, власть меняется, то посредством каких-то революционных событий, так или иначе, все, молимся из-за этого власть, да, все-таки, это власть народная, да, народ захотел, чтобы лучшее жизнь, да, вот, мы предупреждали, что, да, ну, за спинах, пролетариата, к власти приходит негодяи, да, вот, да, с помощью, вот, необразованных, некнижных, глупых, да, эмоциональных, горячих, ищих, там, как бы справедливости, не в загробной жизни, там, здесь, на земле, вот, приходит к власти негодяи, на подлецы, ну, потом уничтожают всех, да, с помощью тех, как, кого, с помощью тех, тех, с чьей помощью власти пришли, вот, и всех тех, кто был при предыдущей власти, ну, и так далее, вот, начинается там новая эпоха, так, ладно, что там дальше, просвещение дом, батюшка наклеил мне на лоб, нет, на обои, наклейку, можно ли эту наклейку завести картиной, не снимая ее, да, можно, так, Елена, сто лет не была в эфире, так, смотрит моя дочь, у нее вопрос, зачем носить все время крестик, разве Бог без креста не помогает, разве нельзя без крестика молиться, вот, дело в том, что, если, доченька, если ты еще, еще слышишь меня, ты исполняешь слова, священного писания, которые говорят, всегда радуйтесь, во всем благодарите, непрестанно молитесь, то непрестанная молитва, ежеминутная, ежечасная, 24 часа в сутки, не прекращающаяся, ни на сон, ни на еду, ни на что, вот, как у некоторых великих подвижников духа, которые там, во сне даже, там, губами шептали Иисусу, молитву, то, ну, можно же не носить, вот, вот, а если ты видишь, да, что, ну, то ты 5 минут там помолиться в день не можешь, но, вот, ой, спина болит, ой, скучно, если молишь, то только губами, только языком, ум, вообще ни с ним, ни сердце с этими словами не присутствует, то ханасин, хотя бы крестик на себе, единственное, вот, оружие против дьявола, потому что дьявол не спит, вот, ни минуты не спит, и ходит по земле, как лев, рыка, ища клубу поглотить, вот, и не человеку любив он, ни к младенцам, ни к девочкам, ни к девицам, ни к женатым, ни к беременным, ни к кормящим, ни к монахиням, ни к кому, да, готовы растерзать там на части, да, только, только дай возможность, вот, и вот единственное, что его, вот, останавливает, ну, молитва матери, да, молитва церкви, человек причащающийся, исповедующийся, живущий, такой, духовной жизнью, вот, ну, или хотя бы крестик на человека, носимый, вот, ну, он этого не любит, да, поэтому не снимай, да, вот, и не советую это испробовать на своей жизни, а вот я сейчас сниму, если у меня ничего не случилось, засняла, не случилось, ну, вот в первый минуту ничего не случилось, дальше не советую, не советую, меру долготерпения Божьего испытывать, так, и почему мы не можем участвовать в Хэллоуине, так, объясните, одиннадцатилетий мой ребенок, вот, ну, если мы верующие люди, мы люди верующие, да, мы верим не только в существование Бога, вот, в чем, в общем, несложно убедиться, мы верим в существование, вот, Духа, злоба поднебесным, дьявола, да, и его слуг, вот, с этим, в этом убедиться еще проще, да, посмотреть новости на окружающий мир, вот, на людей, там, в ярости совершающие безумные поступки, да, и это видно, да, вот, видно, если есть люди Божьи, они есть, да, Бог есть, а есть люди дьявольские, их поступки тоже видны и слышны все, дьявол есть, даже молчу, там, сколько там, сколько есть возможных видений, явлений, истории, да, те, кто там занимается, магией, спиритизмом, да, все это сразу, там, начинает, там, брулить, там, этот омут, так вот, дьявол не любит, когда над ним подшучивают, но, одновременно любит, потому, что, если кто-то начинает над ним шутить, не имея защиты, он становится беззащитным, да, абсолютно беззащитным человеком, да, потому, что, вот, с кого ты, вот, одеваешься, на кого ты хочешь быть похож, на того ты становишься похож, то есть, ты открываешь доступ, одев, там, костюм какого-нибудь, там, мурдалака, вампира, там, весенка, чертенка, там, еще какой-то нечисти, там, водяного, лешего, домового, вот, кого угодно, франкенштейна, ты открываешь доступ, вот, этим духом злоба поднебесной, в свою собственную жизнь, добровольно, поэтому, а это он любит уже, да, вот, и, естественно, делать человеку, что ему угодно, что ему хочется, вот, может быть и не сразу, ну, как бы, сделаешь, сделаешь ребенку больно, ну, и что, поплачет и забудет, вот, он подождет лет 30, да, пока у ребенка появятся свои дети, пока муж, да, пока он там, глядишь, ну, кто-то в начале на Баварии погиб, там, кто-то там, вот, сосулька упала, там, или разбился, там, или раком заболел, вот, вот, вот это он любит, да, что делать людям боль, да, Господь может, вот эту боль, в результате твоей собственной глупости обратить к благим последствиям, да, ты вот поймешь, да, вот, вот дурой была, прости меня, Господи, да, вот, и какое-то смирение в сердечке появится, какое-то терпение, какое-то, вот, тихость, да, уже все уже не хочется, буйство, да, этих ведьминых шабашей, вот, ну, и слава Богу, да, там все на в рай попадут, вот, все-таки для Господа важнее твоя загробная жизнь, а не земная, вот, ну, зачем, собственно, впускать дьявола в свою жизнь, вот, облачаясь, вот, под видами его слуг, тем более праздник этот, в кавычках праздник, да, это не еще что иное, как повторение древних кельтских ритуалов, вот, а кому ты служишь, тот тебе и Бог, да, ритуал это связан с поклонением дьяволу, вот и бесом, да, он глубок, глубоко оккультен, по сути, этот ритуал, и хоть он сейчас, выглядит как-то смешно, вот, и радостно, ну, черти в аду радуются больше, нежели там, детки. Так, как относиться к теории Дарвина? Ребенок спрашивает, ну, слушайте, ну, уже вопрос, вопрос, есть же ответ, у Дарвина что это? Мы верим в аксиому Дарвина, или в доказанную гипотезу? Нет, мы верим в некоторую теорию, он сам, как в теорию у нее там верил, будучи при этом человеком глубоко там верующим, вот, может быть так, может быть не так, он сам не смог ее доказать, никто другой не смог доказать, вот, поэтому это его мнение, так же, как, допустим, микрицианизм, да, это тоже теория, допустим, но она основана на Писании, так вот, кому мы верим, да, Господу нашему, Духу Святому, Троице Пресвятой, да, и Давиду, Соломону, Павлу, Петру, Моисею, Иакову, Иеремия, вот, величайшим пророком древности, да, и уже начало нашего, нашего времени, да, уже, после Рождества Христова, вот, или Дарвин, да, ну, подумайте, да, кто прав, там, да, Господь, да, знающий, да, говорящий, потому что Он создал человека, вот, или, или Дарвин, ну, понятное дело, что, понимаете, одно дело, вообще, Адам в раю, а другое дело, Адам из рая изгнанный, понадобилось там десятки тысяч лет, для того, чтобы, вот, вот, то существо, в которое превратил на дьявол, получив его, свою собственную власть, Адама и Еву, да, как бы стало похоже на современного человека, да, вот, все равно там современный человек, там, несопоставимо ниже, по своим внешним, интеллектуальным, любым, психическим, возможностям, чем человек, живший в раю, это разные практически существа, ну, понадобилось тысячи лет, для того, чтобы, вот, человек, все-таки, превратился, вот, из, вот, животноподобного человека, так вот, неандертальцы, пятикантропа, вот, уже, вот, у человека, похожего, вот, на нас с вами, но все равно, вот, вы сегодня слышали, в Ветхом Завете, да, вообще, в этих, ашурноцарапалах, теглатполосарах, да, то есть, у людей была, вот, искаженная нравственность, считают, что хорошо, вот, убивать, да, хорошо, делать боль, бесчеловеческую боль людям, это, это здорово, это замечательно, вот, я же говорю, даже, в 20 веке, совершая зверства, стыдились и скрывали о них, да, в дряньем мире не скрывали, вот, вот, я силен, я молодец, да, посмотрите, не знаю, с детьми, вот, апокалипсис, апокалипсис, Мала Гибсона, да, про Южную Америку, ничем не отличался, там, древний Вавилон, или Асирия, те же там, южноамериканцев, по жестокости, по отношению к людям, да, понадобилось еще тысячи лет, чтобы Господь таки смог прийти и сказать, да, блаженные, милостивые, да, а не сдирающие кожу, сдерей, аж с людей, аж урна царапала, так, батюшка, когда молимся за другого человека, берем его грехи на себя, нет, не берем, что за ерунда, уже Господь, и не надо сравнить с Господом, Писание говорит, что Господь взял грехи в счет человечества на нас, что это вот за, вот не знаю, что это за люди, которые вот так говорят, понятно, что не за каждого человека стоит молиться, безусловно, да, что твоя молитва может только тебе еще во вред быть, но если начнешь там молиться, там, за Сталина, за Ленина, за Ижова, за Берию, там, за еще, за какого-нибудь там, революционера, Россия, Украина, Вьетнам или Камбоджа, вот, не стоит, да, не стоит, за родных наши, просто за тех, кого тебя попросили помолиться, да, это там, не какой-то там, неистовый грешник, который там вымаливать надо, там, часами, месяцами, вот, поэтому вы и можете молиться за всех подряд, и не можете, да, за всех подряд, за ваших родных, за тех, кто, как-то иначе, там, вам дорог был, матушки знакомые, батюшки, дети батюшек, там, просто, кто-то там, просто помолиться, там, интернете, перекрестили, перекрестились, там, быстрее, кто-то там выложил пост у себя в сторис, там, помолитесь, там, попросите помолиться у всех ваших подписчиков, там, о младенце Николая, все, увидели, все, скажи про себя, Господи, спаси Господи, помилуй, исцели, работа, вот, младенца Николая, все, дальше листайте. Так, какие доводы привести адвентисту в защиту конопочитания? Во-первых, это будет бесполезно, если он уже не один год находится в этой секте непростой. Откройте книгу от Сандрея Кураева «Протестантам о православии» и посмотрите, какие доводы необходимо приводить. Не видеть разницы между конопочитанием и конопоклонением, а вы видите, вот так положу руку на сердце, вы чувствуете эту разницу между конопочитанием и поклонением. Надо объяснять, как бы мы человека поклоняемся, допустим, своим маме, можем руку поцеловать. Вот, ну, фотографии мамину, ну, мы всё-таки почитаем их, может, повесим их в рамочку, да, мы её не целуем. Ну, всё, вопросы кончились. Так, точнее, вопросов много, а эфир кончился. Так, что за вопросы? Попала в аварию, осталась жива. Ну, слава тебе, Господи, слушай, так скажите, Господи, спасибо тебе, Валентина, да? Помоги им Бог. Так, фэнтези читать можно. Ладно, главное, мистику не читайте. С кровью извинитесь, если хотите. Так, извините.